С подъемом этой ставки Национальный банк, по сути дела, не достигает ни одной из целей. То есть с точки зрения бизнеса, удорожания кредита при прочих других, скажем, условно, изъянах нашей экономики и сложностей, которые возникают в мире, не только в регионе, но и в мире, то с точки зрения населения, пока не изжитом после 2014 года, недоверие к банковской системе, ложить деньги в банк под процент, который съедает инфляция, мягко говоря, нелогично. А для бизнеса это дополнительные издержки, потому что удорожание кредитов, это оборотные средства, ну и так далее, и так далее. Это сложности для бизнеса, которые, к сожалению, после пандемии, то есть вот эти надежды 2001 года, что мы постепенно, не только наши, но и мировой экономики, что мы постепенно начинаем выходить из этого необычного кризиса 2002 года, вызванного... — 2022 или 2020? — Ой, 2020 года. — 2020 года, простите. — Потому что вы говорили, бывает. — Да, 2020 года, они, к сожалению, не успев оправиться и не успев, условно говоря, приспособиться, потому что ограничения логистические, которые были введены в начале 2020 года по всему миру, они, в общем-то, к концу 2021 года полностью сняты не были. Да, они были смягчены, да, они были... То есть экономика начинала возвращаться к нормальной жизни. И только начались и начали опробоваться дополнительные инструменты и механизмы, которые бы позволили избежать в случае повторения вот такого, не дай бог, кризиса в области здравоохранения, позволили бы избежать вот такой экономический коллапс, который вызвал практически двухмесячный, а в некоторых смыслах и трехмесячный локдаун практически всей логистики. А вот. Продолжение следует...